Это было страшно. Загоревшиеся масляные отложения в Донерной заставили эвакуировать жителей 12-этажного дома в Караганде. Почему пожары в высотках особенно опасны? Знают ли люди, как вести себя при таком пожаре? И какие ошибки чаще всего замечают пожарные? Смотрите в сюжете Людмилы Батюшкиной. Когда дымом заволокло подъезд и квартира до 10-го этажа, жильцы не сразу поняли, что причиной возгорания стало Донерная внизу. Горели жировые отложения во фритюрнице. Это заведение давно не нравится жильцам. Когда к высотке на Нурке-Набдирово делали уродливую пристройку, жильцов не спрашивали, а теперь еще и их жизни подвергают опасности, возмущенные жильцы. Вот вынесли из кафе газовые баллоны. Вот, пожалуйста. Ну, у них был огромный кислородный баллон. Если он взорвется, это будет очень страшно. И вообще сам пожар, это было тоже очень страшно, очень горело. А если бы, не дай бог, затянулось с этим пожаром или что-то взорвалось. Ну, как-то вот мы хотим, чтобы власти города обратили на это большое внимание. Мы вот не хотим, чтобы вот пищеблоки находились, жилы в домах. Во-первых, наш дом, вся та часть стоит на сваях. И если там произойдет какой-то сильный пожар или взрыв, то беды огромные не избежать. Конечно, боимся. Вы представляете этой ночью, когда пожар случился ночью, в 12 ночи, стариков пожилых, которые еле ходят с палочками, и детей маленьких выносили на улицу, потому что задымленность в подъезде была. Уже вот так бежали люди и кашляли. Пожары в высотных домах тушить сложнее, так как парковки там обычно под завязку забиты машинами жильцов. К дому не подъехать спецтехники. Да и автолестницы достигают максимум 50-метровой высоты. А эти 25-этажные дома в высоту 75 метров. Большинство жильцов не знает, как себя вести при пожаре. Честно, не знаю. Я буду паниковать. Потому что дома дети, и в этот раз уже не о себе думаешь, а что делать дальше? Стоишь и не знаешь. Поэтому, я думаю, это очень хорошая вещь, что они вот здесь делают, показывают. Сначала я вызову спасателей. Первым делом. Вторым делом я предупрежу соседей. Вторым делом попытаюсь взять, смочить тряпки все и приложить именно вот, особенно детям, чтобы дети к лицу. И как-нибудь выбираться. Еще на слуху пожар в 16-этажке в Алматы, когда люди выпрыгивали с балконов. Как правило, люди паникуют, делают много ошибок, говорят пожарные. Поэтому проводят такие учения. Нельзя спускаться по задымленному подъезду. В крайнем случае делать это ползком. Категорически нельзя пользоваться лифтом. Если же происходит задымление именно на вашем этаже, и вам не ограничен доступ выхода на лестничную клетку, на коридор общий, в каждых домах высотных также имеются люки на балконах. Зачастую, к сожалению, люди приваривают, отрезают, дабы, так сказать, из-за ненадобности. Опять-таки, это сделано в цели пожарной безопасности, чтобы человек самостоятельно мог покинуть свою квартиру через нежестоящие. Также в высотных домах делают так называемые незадымляемые лестничные клетки, открытые, продуваемые ветром лестницы. По ним и нужно спускаться при пожаре. Если выход из квартиры отрезан, нужно закрыть двери и окна, чтобы сквозняк не раздувал огонь, и заделать щели мокрой тканью, выйти на балкон и ждать помощи. Людмила Батюшкина, Данил Заславский, 5 канал.